Добро пожаловать на канал Neolife! Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о новостях по криптовалютам. Так, ФРС заявляет, что цифровой доллар может фундаментально изменить финансовую систему США, но пока не готовы его выпустить. В своем 40-страничном отчете ФРС заявила, что CBDC, который эффективно сочетает в себе эффективность транзакций криптовалюты с гарантиями актива, поддерживаемого Центральным банком, может фундаментально изменить структуру национальной финансовой системы, изменив в роли Центрального банка и частного сектора. Так, широкодоступная CBDC послужит почти идеальной заменой денег коммерческих банков. Также еще новость. В России началось тестирование цифрового рубля в платежах между физлицами. Ряд российских банков готовится к введению цифрового рубля и начинает тестирование платежей. На первом этапе в этом процессе должны участвовать 12 банков. Ранее Банк России опубликовал план поэтапного развития цифрового рубля, который предусматривает постепенное расширение числа подключенных участников и видов доступных операций. И по итогам тестирования будет сформирована дорожная карта для внедрения цифровой национальной валюты. Тиньков банк и ВТБ также сообщили о готовности к тестированию цифрового рубля. Цифровой рубль будет храниться не на счете в банке, а в специальном кошельке. Если движение наличных и безналичных денег практически невозможно отследить, то система отслеживания цифрового рубля, которая представляет из себя уникальный цифровой код будет полностью контролируемой со стороны центрального банка. И как я вам ранее уже говорил, все идет к тотальному цифровому контролю. Сложность майнинга биткоина выросла сразу на 9%. Рост сложности на 9,32% оказался крупнейшим с августа прошлого года. Так, сложность майнинга уже стабильно растет более полугода. Также еще новость. Около 300 американских банков намерены предложить клиентам криптовалюты. Так, на фоне популярности криптовалют, небольшие банки США собираются уже в первом и втором квартале 2022 года начать торговать биткоинами в своих мобильных приложениях. Компания Google предложит возможность хранить криптовалюту на цифровых картах, тогда как платежи по-прежнему будут проводиться в фиатной валюте. Еще Google планирует сделать Google Pay всеобъемлющим цифровым кошельком с поддержкой цифровых билетов и паспортов вакцинации. Это, как говорится, приплыли. Еще новости от компании Ledger, которая производит холодные кошельки. Конфиденциальность, безопасность, низкие комиссии за транзакции. Ledger Live теперь полностью поддержит транзакции Taproot. Больше никакого экспериментального режима. Пользователи биткоина теперь имеют полный доступ к преимуществам нового обновления Taproot. И еще одна новость. Биржа Bit.ru будет поддерживать предстоящую раздачу токенов Core, если у вас есть на балансе Solo. Как вы знаете, в данный момент с 20 января происходит раздача токенов Solo за XRP тем пользователям, кто устанавливал линию доверия с Sologenica. Теперь за данные токена Solo можно будет несколько месяцев получать токены Core. Так, снимок ваших Solo будет происходить один раз в месяц в случайное время, период с февраля по ноябрь 2022 года. Если вы хотите принять участие в этой раздаче, пожалуйста, убедитесь, что вы держите этот токен в течение возможных периодов снимка. Биржа Bit.ru будет поддерживать этот airdrop только со второго официального месяца, снапшот в феврале. Не будет никакого распределения, относящегося к январским запасам. И время снимка на Bit.ru может немного отличаться от любого времени снимка опубликованной официальной командой монеты. А фактическое распространение токенов Core будет в следующем месяце после каждого отдельного снимка. Ссылка на биржу Bit.ru есть в описании к видео. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok